Так кто же все-таки выиграл? Дмитрий Бивилл или Артур Битербиев? Мы разберем, кто же выиграл в этом бою, заглянем немножко в будущее и обрисуем картину, почему реванш точно произойдет и, главное, почему я считаю, что в этом бое победили оба бойца. Для вступления вам немножко расскажу такую историю. Я, если вы, например, смотрели мое предыдущее видео, где я размышляю о том, как этот бой может произойти, у кого какие сильные стороны, я упомянул вещь такую, что я ничего в этой жизни не жду так же сильно, как этот бой. Никакая Лига Чемпионов, никакое другое спортивное событие. Я ничего не жду настолько сильно, как этот бой. И этот бой мы, я и другие люди, мы ждем уже около двух лет, двух или трех лет. И вот, наконец-то, он происходит. И, как знаете, вот есть этот синдром, не помню, не синдром, а как вот назло. Закон подлости, во, закон подлости. Так вот, смотрите, закон подлости. У меня самое ожидаемое спортивное событие за последние два года. И я, к сожалению, вынужден был купить авиабилеты и лететь, не по авиасейлс, и лететь из России в Данию именно в ту ночь, когда происходит бой. И не просто в ту ночь. Бой приходится как раз на время моего полета. Я сажусь в самолет, и в этот момент начинается бой. У меня там место возле окна, уже темно, ночь. Два часа ночи, по-моему, это было в Риге, в Рижском аэропорту. И я сижу, включаю бой, вижу, что начинается первый раунд. Ничто не существует вокруг меня в этот момент. Как назло еще, знаете, в самолете замедляют скорость Wi-Fi. Ну, как будто глушат интернет. То есть, вместо, например, 4G, у тебя 3G, там, две палки из четырех. То есть, у меня начинает притормаживать трансляция. По первым раундам я вижу, что очень равный бой, интрига огромная. И где-то на шестом раунде все, самолет набирает высоту. У меня полностью пропадает интернет. У меня прогружалось 3 секунды, а потом у меня застывала картинка на следующие секунды 20. То есть, я успел 6 раундов посмотреть этот бой. И когда я прилетел где-то в 5 утра, я вышел из самолета, прошел паспортный контроль. Я, кстати, старался вообще отписаться от всех пабликов, от всех, короче, каналов информационных, новостные каналы, все каналы любые. Чтобы главное не узнать результат. Главное, короче, как только я прилечу, не дай бог, нигде случайно не прочитать, не проспойлерить. В итоге я прилетаю, будучи уверенным, что все, сейчас я вот где-то сяду, не знаю результат боя, все будет круто, я посмотрю. В итоге я открываю инстаграм, и первая фотка, которая вылазит в самом верху, это Биттербиев, короче, с поясом сидит у кого-то на плечах. Я такой, ну все, сразу понятно. Сразу у меня возникло такое тревожное впечатление, что вдруг Дмитрий Билл улетел в нокаут. Вообще, да, очень аж как-то на душе стало тяжело. В итоге тут же я в аэропорту, вот я как говорю, я сел в кафе и начал этот бой смотреть. Я смотрел этот бой, и, следуя комментатору, тоже немножко был как будто бы на стороне Дмитрия Бивола. Я был не на стороне Дмитрия Бивола, мне оба бойца очень нравятся, я считаю, что они оба великолепные бойцы с разным стилем. Но, скорее всего, просто вот больше риск на стороне именно Дмитрия Бивола, как бы не поддаться эмоциям, не нарушить дисциплину, не нарушить какой-то тактический план. То есть рисков со стороны Бивола гораздо больше, чем со стороны Биттер Бивола, где Биттер Биволу нужно быть просто самим собой, нужно просто идти вперед и просто сламывать соперника. В то время как задача у Бивола была намного сложнее, и он, наверное, как если вы смотрели мое предыдущее видео, скорее всего, он такой даже небольшой андердог в этом бою. Хоть и технически как бы многие ему предрекали именно победу. Так, в общем, я смотрю этот бой, кажется, что можно было бы и засчитать победу именно Дмитрию Биволу. Он, к сожалению, проигрывает по очкам. Там после этого мы видим интервью человека, который организовывает все эти бои в Саудовской Аравии, огромный фанат бокса, я не помню, как его зовут, но это известный вот этот шейх в очках, который сидит на самом первом ряду. Он выходит со стадиона, к нему подходят репортеры, спрашивают его, а что вы думаете, ну, кто на ваш взгляд победил? И он говорит, что, на мой взгляд, судьи как-то не так посчитали, на мой взгляд, Бивол побеждает с преимуществом в два очка. Это один из лучших побед, который я видел в последние 20 лет, хорошо? Но я не думаю, что результат будет правильный. То есть как будто бы еще, знаете, вот накидывает немножко, что результат несправедлив, результат такой, результат сякой, что как будто бы Бивол провел отличную работу, Битербиев его не смог нокаутировать, плюс бой проходит в Саудовской Аравии, плюс один из бойцов мусульманин и так далее и тому подобное. И все подводит к тому, что как будто бы результат не до конца честен. Я с этим, как-то с этой мыслью начинаю... Как-то она мне, короче, эта мысль мне не нравится. Не думаю, что не настолько же вот... То есть получается, там же было три судьи. Один судья отдает ничью, а второй судья отдает победу Битербиеву с преимуществом, по-моему, в одно или в два очка, а третий судья в четыре очка, по-моему, или что-то такое. Или в три очка преимущество отдает. Что, в принципе, да, конечно, третий судья не слегка переборщил. С этим можно согласиться. Я, короче, решаю пересмотреть этот бой. Я сажусь внимательно, чтобы меня ничего не отвлекало, и начинаю записывать себе, и кому я какой раунд отдаю в этом бою. Я, короче, начал этот бой смотреть. Сразу заметил несколько деталей. Многие говорили, что... А где тактика-то у Битербиева? Почему он, как боксер, по сути, который говорил, что я готов к этому бою, я готовлюсь специально к этому оппоненту, по сути, весь бой ходил, и только джебом как бы его прощупывал, и все. Никаких многоударных комбинаций, ничего такого не было. За таким быстрым бойцом, который увиливает от удара, входит по периметру, как Дмитрий Бивол, почему он как-то что-то не показал нового. Типа претензия была в том, что как можно отдать победу тому, кто ярко себя не проявил, а выбрасывал лишь один джеб практически весь бой. И в то же время, в то же время, вот я смотрю этот бой, я вижу кристально чисто, что на каждые где-то 5 ударов Биттербиева приходится один удар Бивола. Да, Биттербиев бьет, возможно, как-то просто, ему не хватает дистанции, дистанция постоянно увеличивается, нужно постоянно идти за Биволом, нужно его прощупывать, атаковать, приходится постоянно выбрасывать этот джеб. Но при этом он его выбрасывает, то есть при этом Биттербиев, он все раунды, он работает намного больше, намного чаще, чем Бивол. И вот это, наверное, и есть ответ на вопрос, кто выиграл в этом бою. Выиграл не тот, кто тактически как бы перехитрил и выставил этот поединок, а выиграл тот, кто в итоге работал по оппоненту. То есть выбрасывал удары. А выбрасывал удары именно Биттербиев против где-то 5 ударов, то есть он выбрасывает 5 ударов, и только один удар приходится в ответ. После этого было интервью с Дмитрием Биволом, который тоже уверял, что я не оспариваю результат, я не говорю, что что-то было нечестно или так далее, но я говорю, что если бы я мог провести этот бой еще раз, или у нас был бы реванш, я бы выбрасывал больше ударов, я бы больше работал, просто был бы активнее. Вот, это вот одна мысль. Очень интересно, у Биттербиева хватило сил, хватило физухи просто до самого конца боя. Были моменты, когда вот бой только начался, Бивол был активнее, проводил комбинации, и такое чувство, что несколько там, например, следующие три раунда, он как будто бы восстанавливался и просто контратаковал. В то время как Биттербиев практически все раунды, он доминировал, шел первым номером, и даже если была какая-то стильная комбинация и серия из атак у Бивола, то Биттербиев, значит, на каком-то моменте просто ее переламывал, то есть он, если получал в свою сторону серию из комбинации, серию из ударов, он в этот же момент тут же включался и до самого конца раунда давил, и давил, и давил, и давил, и шел вперед, и, короче, атаковал. И за счет этого, конечно же, он свои очки тоже набрал и получил какое-то преимущество у судей. Я этот бой, когда посмотрел, в повторе, тихонько, там, неспешно, я насчитал беспристрастно, я старался быть беспристрастным, я насчитал победу Биттербиева с перевесом в одну очко, в один балл. Значит, потом как-то я что-то подумал, а может мне пересмотреть еще раз, может, вот перед записью этого видео. Я пересмотрел еще раз этот бой, и возникло у меня такое впечатление, что если Биттербиеву нужно просто быть собой и как бы показать лучшего себя, то Биволу нужно не просто показать лучшего себя, а нужно подстроиться под оппонента, нужно постоянно быть тактически готовым, держать какую-то, знаете, дисциплину и в голове мысль, что нельзя с ним сближаться, нельзя с ним сближаться, так как только он ко мне подходит, нужно уходить от атаки, нужно менять ракурс, нужно менять угол, нужно держать дистанцию. И вот это, наверное, занимало очень много сил, очень много доставляло дискомфорта, то есть нужно было подстраиваться очень сильно под оппонента, и при этом еще и не позволять ему не зажимать тебя, не проводить какие-то сильные удары. Что в целом ему удавалось, но суть такова, что он тратил очень много, как мне кажется, сил на эту тактику. Иногда он просто действительно не работал, когда у него были моменты, например, в четвертом, в пятом раунде, где было какое-то более-менее затишье. Были моменты, когда Бивол мог работать, но он как бы не работал. Стоял в блоке и держал дистанцию, ждал выбросов джеба оппонента. Действительно, что Бивол говорит, он мог бы работать больше. Легко нам говорить, что надо было больше работать, мы не на их месте, но со стороны казалось, что именно в таких моментах он баллы как раз от судей и не добрал. Так, в общем, я тоже самое, также засчитывал очки тому и другому, когда смотрел второй раз, пересматривал бой, и в итоге я насчитал ничью. Наверное, здесь где-то на экране будет результат первого и второго боя, как я их считал. И в целом, наверное, картина такая, что были очень интересные раунды, такие накаленные, где у Бивола проходили многоударные комбинации, где-то вот в первой-третьей раунда, в первой минуте, проходили отличные комбинации, и как будто вот как только эта комбинация завершается, Биттербиев это понимает, это может его злит, это его может как-то мотивирует, он идет вперед и просто до самого конца раунда он давит, он очень сильно давит, то есть он бьет по блоку, он бьет, прощупывает джебом, и до самого конца раунда он как будто не дает другому оппоненту, ну, продыхнуть. Если я, например, судья, я смотрю на эту ситуацию, я смотрю, что, да, Бивол вот красиво провел комбинацию, и вот как будто вот хочется мне сейчас ему отдать балл за вот этот раунд, в этот же момент тут же переключается Биттербиев и забирает этот раунд за счет постоянной работы, постоянного давления, и таким образом для меня результат этого боя, он закономерен, то есть он меня больше не удивляет, мне кажется, что он очень справедливый, действительно, Бивол, он победил, оба бойца победили, и Бивол победил в первую очередь за то, что он не улетел в нокаут, он не прибавил 21-й нокаут, 21-ю победу нокаута Биттербиеву в этом бою, он действительно, у него была классная тактика, он ее придерживался, у него все получилось, он, наверное, как сам сказал, мог бы выкидывать больше ударов, мог больше работать, но, возможно, мы увидим это в будущем, но в целом мы увидели очень классную версию прокачанного и уверенного в себе Дмитрия Бивола. В то же время победил Биттербиев, который просто больше работал, он был напористее, он именно по таким аспектам как раз и считает победу судьи. Что еще? Ну, напоследок еще стоит сказать о реванше. Почему я считаю, что этот реванш точно будет? Во-первых, потому что у нас главный заказчик всего этого боя, который не хотели проводить американцы, это вот этот вот шейх из Саудовской Аравии, главный фанат бокса, который сидел по центру, который, наверное, если даже посмотреть, да, там были, получается, организаторы, промоутеры, а справа-слева от него сидели промоутеры Биттербиева, промоутеры Бивола, сидели какие-то там шейхи, его даже по языку тела можно было понять, что никому этот бой настолько неинтересен, как ему, то есть он главный фанат бокса, и я думаю, он получил искренне удовольствие от этой конфронтации двух разных стилей. Мы должны увидеть реванш даже не только потому, что он его, этот шейх его организует, а потому что мы насладились зрелищем, но нам не хватило драмы. Нам не хватило драмы, включая организаторов из Саудовской Аравии. И есть такое чувство, что, как бы знаете, когда, если это какой-то сериал или фильм, мы увидели сейчас вот самую главную такую, мы увидели как будто бы вступление в этот бой, мы увидели, знаете, вот как будто вот этот хук, знаете, вот как в истории, как в сериалах, как будто первый эпизод, первая серия, когда нам раскрывают персонажей, мы с ними познакомились. Вот в следующем эпизоде как будто произойдет какая-то драма, какой-то сюжетный поворот, чего нам не хватило в этом бою. То есть у нас постоянно был накал эмоций, как будто вот он практически вот он стучался вот в этот потолок, если он бы его пробил, то там была бы вот эта красная линия, где произошла бы какая-то драма. Казалось, что если чуть-чуть будет какая-то потеря концентрации с той или с другой стороны, будет нокаут или будет что-то очень серьезное. Произошло так, что нас держали на самом пике, нас держали в каком-то чувстве и ожидании. И бой так и закончился. И мы, скорее всего, увидим в следующем бою, в их реванше, мы увидим более уверенных в себе бойцов, которые уже друг с другом, так сказать, знают, что ожидать от оппонента. Им нужно будет предложить что-то новое. И, скорее всего, они будут идти на новый риск. Они будут меньше как-то, наверное, задумываться о какой-то тактике. Ну, скорее всего, будет больше эмоций, будет больше борьбы, будет больше риска. И это точно нас приведет к драме, которую все мы ждем. Такие вот выводы я делаю по этому бою. Я надеюсь, вам было интересно послушать. Мне кажется, он меня абсолютно не разочаровал. Я буду ждать продолжения. И подытожу, скажу, что да, результат закономерен. Дмитрий Бива победил действительно Артур Бетербиев, с чем поздравляю. И в то же время Дмитрий Бива победил по-своему. Он молодец, огромный. И мы будем ждать продолжения. Надеюсь, вы со мной поделитесь своими впечатлениями. На этот момент я с вами прощаюсь. Желаю вам всего классного. Давайте все. Короче, до свидания. Покеда. Редактор субтитров А.Семкин